Громче. Добрый день всем, меня зовут Денис Белов, я сооснователь проекта Арина. Мы строим систему по автоматизации и инструктивной разработке программного обеспечения. Сейчас программное обеспечение разрабатывается достаточно долго, этот процесс длительный, представляет собой вовлечение большого количества людей и достаточно сложно управляемый сам по себе. Проблемы, которые существуют во время этого процесса, связаны с тем, что каждая система имеет определенную технологическую платформу, встроенную логику, требует кастомизации и интеграции с другими системами. Кроме того, команда разработчиков, которые разрабатывают непосредственно софт, используют собственные методологии, в то время как у самого бизнеса зачастую отсутствуют оценки и методологии для оценки их онлайн-разработки в режиме реального времени. В нашем проекте мы предлагаем использовать естественные языки для коммуникации внутри системы и написания кода. Мы разработали универсальную семантическую модель, которая будет конвертировать естественный язык в программный код, а также метрики эффективности для онлайн-оценки работы персонала. Наша система понимает людей, пишет код и устанавливает приложения в необходимые места. С помощью нашей системы собственники бизнеса могут снизить затрат на разработку программного обеспечения примерно в три раза. Благодаря использованию искусственного интеллекта и уменьшению количества персонала, вовлеченного в этот процесс. Как это работает? В нашей системе требования к софту будут описываться на естественном языке. Это украинский, английский, испанский, либо какой-либо другой. Затем семантическая модель будет брать эти требования и конвертировать их в программный код любого уровня. То есть это может быть SQL, C Sharp, HTML и другие виды кодов. И затем устанавливать приложения в необходимые места, собирая их по требованию в момент их необходимости. Мы занимаемся нашим проектом уже 7 лет. Три года мы активно занимаемся кодировкой и написанием нашей системы. У нас были различные прототипы. На сегодняшний день наш сайт написан полностью на нашей системе без написания программного кода. То есть полностью на английском языке. В данный момент мы заканчиваем первый блок системы. Порядка 70% готовности планируем закончить в осень этого года. Бизнес-модель B2B, B2C. В монетизацию мы планируем месячные подписки. Это подписки за устройство, сервер или самого разработчика. Стоимость привлечения клиента порядка 150 долларов. LTV – 3600 долларов. Свой рынок мы оцениваем где-то 350 миллионов долларов. Это порядка 100 тысяч разработчиков за 5 лет нашей работы. Среди наших конкурентов такие компании, как Google, Microsoft, Atosin и Zoha. Достаточно известные. Каждая из них владеет какой-то частью функционала нашей системы. В то же время есть аспекты, которые присущи только нам. Такие как кроссплатформенность и использование английского языка для программирования. Мы ищем 200 тысяч долларов. Планируем зарегистрировать компанию в США и патенты. Сделать два блока нашей системы и потратиться на маркетинг. В команде у нас 4 человека, из них 2 доктора наук. Всем спасибо. Спасибо большое. Переходим к вопросам. Ну здесь сложно задавать вопросы, потому что проблема на самом деле понятна и актуальна. Но в мире ее полноценно пока, насколько мне известно, никто не решил. Похвально, что сравниваете себя с мировыми гигантами. Здесь только надо, на мой взгляд, смотреть. С одной стороны, использовать NLP для нарисования сайта – это одно. С другой стороны, это когда используется полноценное программирование. То есть здесь оценивать слова и презентацию крайне сложно, потому что семантический анализ не решает проблемы. Он не может с достаточной точностью поставить задачу. Ну это просто уже проверено на многих инструментах. Поэтому я не знаю, если, возможно, какую-то демку я там написал в чате лично, прислать, тогда будет понятно. Хорошо. Комментирую коротко. Семантический анализ – это всего лишь часть. Для этого в нашей системе существуют метрики эффективности. То есть система после того, как написано требование и выполнен семантический анализ, может делать обратную связь с пользователем и доуточнять. То есть она собирает модель и говорит, например, у меня что-то не сходится. То есть система работает не так, как нужно. Можешь мне доуточнить вот этот, этот, этот момент. И пользователь тогда доуточняет свои требования, так, чтобы модель полностью была собрана правильно. Спасибо, Денис, за презентацию. Спасибо, Антон, за ваши вопросы. Если вопросов у экспертов больше нет или у тех, кто смотрит еще дополнительно инвесторов, нет вопросов, тогда мы переходим к следующему стартапу. Спасибо.